Друзья, всем привет! В очередной раз, подготавливая коптер к официальному залету, я подумал, вот у меня есть вот такие линейные антенки, я их обычно ставлю на Unify и все, и готово. Вот так вот она торчит, и сзади антенка. Такая связка практически не ломается, но сигнал с такой антенны оставляет желать лучше. Скажем, такая антенна выдает сигнал 7 из 10. В то время как круговой поляризации антенны нормальной, выдают 10 из 10 стабильный классный сигнал и так далее. И вот я подумал, может быть есть такого формата антенны, небольшого, но чтобы они также крепились на UFL, и была возможность их крепить для таких маленьких гоночных коптеров и использовать их на гонках. И я нашел похожие антенны, которые нужны. Погнали! Антенны эти называются, по-моему, Big Mac, и выглядят следующим образом. Замерять на оборудовании, ну, одну, конечно, мы замерим, но вторую я сейчас просто-напросто поставлю на коптер, потому что хочу посмотреть, как они покажут себя в воздухе, и мы будем тестировать их сразу в воздухе. Антенны очень маленькие. Антенны чем-то похожи по строению на антенны погоды или пагода. Здесь, по-моему, два слоя текстолита, что-то такое, но разбирать я их, конечно же, не буду. Но, в целом, говорят, антенны просто бронебойные, хороший сигнал дают, круговая поляризация, все дела. 2 грамма весит такая антенна, и вот такая антенна весит грамм. То есть, добавляя примерно грамм или полтора вот сверху на коптер, ну, вы получаете уже хорошую антенну. Если сравнить с вот такими большими антеннами, то такие антенны весят примерно 10 грамм. Именно поэтому большинство гонщиков используют вот такие антенны, поскольку они очень-очень много сразу экономят веса, и, кроме того, еще практически неубиваемые. Такую антенну сломать очень сложно. Такая антенна тоже достаточно мелкая, весит нифига, и в довольно крепком бронемойном корпусе, но это мы будем проверять. Как это все дело работает? Достаточно много видеопередатчиков с UFL-коннектором идут. Вот такого формата вы просто ее настегиваете вот так сверху на коннектор, и все. У вас получается вся связка очень легкая, компактная, но вот здесь желательно накинуть еще либо слой термоусадки, либо пару слоев, там, например, изоленты. Посмотрим на антенны в деле. Слева у нас будет Foxeer Lollipop, справа будет Furious FPV Big Mac. Так, оба видеопередатчика. Это у нас Unify на 25 милливайт, RaceBand 1. И вот здесь, например, когда начинаются сложные деревья, сразу понятно, что Furious слегка не справляется. Несмотря на то, что Lollipop тоже, кстати, не показывает чистую картинку, но на Lollipop что-то видно. А Furious, к сожалению, чутка здесь проигрывает. Например, в гараже или между этими пространствами, или в открытом поле проблем никаких нет. Смотрим, как работает круговая поляризация. Да, действительно, во все стороны картинка работает. Кроме того, в момент, когда между мной и коптером было несколько деревьев, именно вот та точка посередине. В остальном антенна, в принципе, рабочий вариант, но именно пробивная способность, наверное, сквозь деревья у Lollipop, например, больше. Лучше. Хотя они намного тяжелее и крупнее. Вообще вопрос стоял в том, работает ли она вообще или нет. Суть в том, что она не должна быть прям супер-пупер лучше всех. Ее фишка заключается в том, что она настолько маленькая по сравнению с другими антеннами. По сравнению с Lollipop, например, она чуть ли не в три раза меньше. А Lollipop и сами по себе уже очень маленькие антенны. Поэтому надо было просто посмотреть, покажет ли эта антенна хорошую производительность. Да, на самом деле производительность хорошая. Она показывает приличную картинку. Вон там, за этими густыми деревьями, было, конечно, сложновато. Там были такие места, где было прям очень много помех. В то же время другие антенны там не лучше себя показывают. Просто прямой видимости нет. И там, ну, решила бы, например, переставить на 600 милливатт. Возможно, чуть лучше бы стало. Но в целом, фьюриесовские антенны, они, я думаю, они предназначены для тех людей, которые хотят антенну, которая неубиваемая. Здесь хороший пластиковый кожух. Она сделана на текстолите, не на каких-то тонких проводочках. Поэтому ее убить, наверное, будет сложно. Учитывая, что размер позволяет установить ее практически хоть куда, антенна вполне себе прилична. Если понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Фьюриес постарались, сделали антенну, которых пока не было. Я думаю, это их собственный дизайн, потому что до этого я таких антенн не видел. И, в принципе, как оказалось, антенна даже, в принципе, рабочий вариант. Кому интересно, ссылочки найдете в описании. Всем пока!